Впервые за два года Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией с гражданами. Всем привет, это канал Медиазоны, меня зовут Фридар Устамова, и это рубрика «Надо понимать». С начала войны в Украине, которая сразу пошла не по плану, Владимир Путин уклонялся от привычных ему форм общения с внешним миром, с режиссированных многочасовых спектаклей под названиями «Большая пресс-конференция и прямая линия». Каждый элемент этих спектаклей тщательно контролируется главным пиарщиком Кремля Алексеем Громовым и сотнями его помощников, но Владимир Путин все равно не хотел их проводить. Провальное начало войны, потом успешное контрнаступление Украины прошлой осенью. Полководству Владимиру Путину было не до этого. Кроме того, отмена всех традиционных форматов вписывала стандартную кремлевскую пиар-стратегию, когда дела плохи, лучше не отсвечивать. Но надо понимать, что сейчас у Путина дела намного лучше. Новое контрнаступление Украины не удалось, в стране много денег, экономика цветет на оборонном заказе. Но я уверена, будь его волей, он бы не стал проводить прямую линию-пресс-конференцию и в этот раз. Ему и самому было скучно в 20-й раз сыграть эту роль. Но это было бы уж совсем неприлично. Все-таки нужно вести предвыборную кампанию и создавать видимость, что все в порядке. Левада-центр накануне путинской прямой линии спросил россиян, какой вопрос они бы хотели ему задать. На первом месте по популярности оказался вопрос о том, когда закончится война. И Владимиру Путину задали этот вопрос одним из первых. Но, как и прежде, никакого прямого ответа мы не услышали. Когда будет мир? Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Он снова говорил о деноцификации, демилитаризации Украины и этих абстрактных, выдуманных категориях, давая понять, что война может длиться хоть сто лет, если он этого захочет. Война с Украиной и отношения с Западом – это уже давно единственные сюжеты, которые вообще возбуждают Владимира Путина. Только говоря о них он оживляется, его лицо выражает какие-то эмоции. А проблемы обычных людей ему давно наскучили. Рост цен, дефицит яиц в магазинах, пенсии, здравоохранение – все это навевает на него тоску, и он это плохо скрывает. Но нужно отсидеть четыре часа, и не меньше, ведь иначе подумают, что президент уже не так внослив, как прежде. Начнутся спекуляции о его здоровье, как это всегда бывает в персоналистских диктатурах, когда вся жизнь страны крутится вокруг одного пожилого человека. Чтобы развеять скуку на 20-й прямой линии с Путиным, его пиарщики использовали старые и новые способы развлечь публику. В лучные экраны в зале, где проходило мероприятие, выводились вопросы, заданные Путину по СМС или через специальный сайт. Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью? Как переехать в Россию, которую показывают по Первому каналу? Эти и другие острые вопросы, на которые Владимир Путин, конечно же, не ответил, стали декорацией и фономероприятия. То есть, вроде бы они есть, но в то же время ответов на них нет. Но кто потом скажет, что президент избегает неудобных вопросов? Вот же он сидит на их фоне. И эти СМС-ки стали главным развлечением для наблюдателей за прямой линией, которые тиражировали скриншоты этих вопросов во всех соцсетях и таким образом повышали цитируемость путинского мероприятия. В то время как давно известно, что, конечно же, эти вопросы проходят на модерацию кремлевских пиарщиков и отбираются ими же. Но цель в очередной раз достигнута. СМИ клюнули на эту удочку и помогли Кремлю создать хоть какую-то динамику вокруг этой двадцатой уже по счету прямой линии. Новым способом различить публику стал дипфейк с Владимиром Путиным, в образе которого предстал петербургский студент. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Гражданин из Санкт-Петербурга не представился. Так Кремль, видимо, решил развеять слухи о двойниках президента. Хотя, если честно, у меня после этого, наоборот, появились вопросы, а не использует ли Кремль время от времени технологии создания дипфейков вместо реального Путина. При том, что я уверена, что у Путина двойников нет. Об этом мне говорили все мои источники, которых я об этом спрашивала. Но вернемся к прямой линии и посмотрим на нее с точки зрения предвыборной кампании Владимира Путина. Она идет как минимум с сентября, вопреки заверениям Пескова, что никакого предвыборного пиара не было до момента, как Совет Федерации официально назначил выборы, а Путин заявил о своем выдвижении. Всю осень он встречался с разными, как говорят чиновники, социальными группами, ездил по регионам, открывал дороги и заводы. Важная часть кампании – поездки в дальние зарубежья, в Китай, Эмираты и Саудовскую Аравию. Они были признаны продемонстрировать, что Путин, орден, арест которого выдан Международным уголовным судом, вовсе не изгой, а что он может ездить по миру и встречаться с главами развитых государств. Международная изоляция, как она есть, иронично комментировала поездку Путина в арабские страны пропагандистка Маргарита Симоньян. Вот ради таких комментариев эта поездка и делалась. Скорее всего, прямая линия – одно из последних мероприятий в этой череде в 2023 году. Она должна поставить некую запятую в кампании перед уходом всей страны на новогодние каникулы. Владимир Путин тоже будет отдыхать, хотя наверняка кремлевские пиарщики, как всегда, наделают несколько консервов, чтобы создать видимость, что президент работает без выходных. Как заканчивать этот год для Владимира Путина? С пиар-целями Кремля все относительно хорошо. Президент на коне, у него вроде бы все под контролем, на фронте затишье, бюджет свели, экономика растет, безработица низкая, оппозиция уничтожена, внутренние враги типа Пригожина тоже. Бывают, конечно, эксцессы типа антисемитских беспорядков в Дагестане, но власть научилась с ними справляться, просто закапывая их поглубже. Перед своим пятым по счету сроком, или первым после обнуления, Путин чувствует себя уверенно. Выборы состоятся через три месяца. Какими они будут? Как выразился один из моих собеседников, близких к Кремлю, выборы — это набор технических и ритуальных мероприятий, которые должны быть совершены. Длиться президентские выборы впервые будут три дня. Широко будет использоваться электронное голосование. К соперничеству с Путиным будут допущены знакомые всем статисты. Если не случится каких-то экстраординарных событий типа мятежа Пригожина, этот спектакль должен пройти гладко. Как это ни печально, гораздо больше интриги в том, что будет после выборов. В 2018 году после выборов власти решились на пенсионную реформу, которую россияне не могут забыть до сих пор. Ситуация, в которой находится Россия сегодня, несравнимо сложнее и тяжелее того времени. Один из моих собеседников о власти напомнил мне. После региональных выборов 2022 года Путин объявил мобилизацию. После выборов 2024 года Путин пройдет рубеж обнуления, и Россия окончательно перейдет в состояние диктатуры. Ведь если предыдущую чехарду со сроками президентства еще как-то можно было оправдать, если предыдущие, безусловно, тоже нечестные выборы можно было хоть как-то с натяжкой назвать выборами, то теперь это будет уже совершенно точно силовое удержание власти. Владимир Путин осознает это и даже как будто стесняется. Посмотрите, как скромно между делом на ногах он объявил о своем выдвижении в пятницу во второй половине дня. Кремлевские пиарщики традиционно считают это время мертвым, ведь впереди выходные, и в понедельник уже никто ничего не вспомнит. Хотел бы просить вас принять участие в этих выборах, потому что работы очень много. Вы наш президент, мы ваша команда, вы нужны нам, вы нужны России. Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли, но сейчас вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента российской конференции. И в этом переходе главная опасность. Это полностью развяжет руки Путину и его главной опоре, силовому блоку во власти. Первым проявлением этого вполне может стать новая волна мобилизации. Известно, что Минобороны этого бы очень хотело. На прямой линии Путин заявил, что в мобилизации нет необходимости. Но уточнил на сегодняшний день. Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Таким образом он как бы ответил на требования протестующих жен мобилизованных. Никакой ротации не будет. Все, кто был мобилизован в прошлом сентябре, должны оставаться на фронте. Но заглушать эту проблему бесконечно не получится. Путин сам говорил об отпусках для военнослужащих. Да и такие слабо мотивированные, уставшие и больные воины вряд ли могут хорошо воевать. Надо понимать, Путин – это президент, при котором будет продолжаться и война, и мобилизация. Продолжение следует...